Я учусь на преподателях русского языка иностранного, английского и испанского. Да, а какие самые известные профессии? Ну, я раньше работала программистом в Яндексе, в основном сейчас многие, даже школьники уже пишут на многих языках, на питоне, на CP+, потому что это, во-первых, выносит много денег, во-вторых, это интересно, ты будешь аж в мир. Ну, и вторая профессия, как мне кажется, это переводчики, потому что именно преподатели русского или других иностранных языков, потому что многие люди сейчас учат русский язык для того, чтобы приехать в Россию, путешествовать, ну и иностранные языки, когда ты их учишь, они погружают тебя в более интересный мир, чем ты живешь. Ну, я считаю, что это веб-разработчики, разработчики игр, программисты и все люди какой-то такой технической специальности. Не знаю, но мне кажется, что-то техническое 100%, потому что развивается очень активно цифровая сторона нашей жизни, вот, соответственно, программисты и все, что связано с инженерными, конструкторскими вот этими вещами. Даже если люди потом не планируют работать, вот, в любом случае это очень хороший плацдарм для того, чтобы развиваться. Если говорить про гуманитарное, то, не знаю, ну вот у нас здесь группа сидит, юные психологи, вот, я не знаю, насколько эта профессия популярна, но мне кажется, мы очень востребованы, во всяком случае, в нашем обществе, вот, потому что проблемы эмоционального характера и проблемы взаимопонимания, выходит на передний план. Ну, лично для меня востребована профессия инженера и строителя. Вот, я еще в строитряде как раз, и я работала где-то на стройке. Ну, среди моих друзей, мои друзья часто стремятся к таким профессиям, как историки, сейчас востребовано искусство, и кто-то даже идет по пути биохимии. Юрист, актер и блогер? Ну, я не знаю, какие востребованы, я знаю точно, что все, что связано с компьютерной графикой, сейчас очень хорошо идет, и как бы, ну, и очень интересно, вот. Мне кажется, урбанисты сейчас востребованы очень сильно. Потом, мне кажется, что еще востребованы дизайнеры, и кто еще? Ну, мне кажется, уже более развивается в сторону все технорей таких. Почему? Ну, как сказать, мне кажется, что сейчас наука начинает выходить в какую-то новую степень развития, когда она уже входит в большое количество отраслей нашей жизни. То есть, допустим, судопроизводство, там, может основываться на науке, там, на биологии, то же самое. Ну, вот, поэтому сейчас наука везде, в принципе, проникает, и это, наверное, супер популярно. Вот, то есть, ну, по крайней мере, большинство людей, которые хотят учиться у нас, учатся там на технорей, и, ну, конечно, жалко, но и переезжают там куда-нибудь в Германию, в Англию, в Америку, и там учатся, и уже, соответственно, зарабатывают хорошие деньги, и привносят, не знаю, какие-то, какие-то вносы делают в жизни, честно. Давай ты тоже что-то скажешь. Как ты видишь? Что ты здесь не говоришь? Я полностью согласна. Ну, мне кажется, в разных слоях населения, ну, в смысле, там, Москва, область и так далее разные. Например, моя специальность считается востребованной, но я, как студент, который заканчивает, понимаю, что это не мой профиль, и, скорее всего, я не буду работать по специальности. Более молодые ребята, там, 17-18 лет, уверены, что многие хотят работать в медиасфере в связи с развитием Ютуба, тех же ТикТоков и так далее. А так у молодежи развиты, наверное, всякие вент-сферы, сферы программирования, естественно, потому что компьютер сейчас с самого детства у нас у всех в руках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok